Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас, дорогие подписчики! Сегодняшнее видео выпадает из ряда всего, что я предлагал вашему вниманию до сих пор. Я делаю короткую запись у себя дома, в любимом месте, куда мы приглашаем друзей и с вами. Мы проводим время в кухне, а главный герой нашего сегодняшнего репортажа из Ростаза, член нашей семьи, красавица Анфиса, Анфисуня. Мы приехали в Германию 20 лет тому назад, приехали втроем. Мы с женой и член нашей семьи, замечательная сибирская кошка Анфиса. Жена исправила меня не Анфиса, а Анфиса, все верно. Нашу первую красавицу звали Алиса. Ей было 8 лет, и она прожила с нами в Германии еще 8. Уход был страшным ударом для нас, и я после этого категорически отказался заводить еще одну кошку. Но животное в семье – это центр притяжения. Животное в семье – это тепло, уют. Поэтому прошло 7 месяцев, и мы с женой решили найти себе нового члена семьи. Мы дали объявление в интернете, сами и стали, везде, где только можно, и нашли вот это чудо. Когда мы это чудо увидели, ей была неделя. Она произвела на нас впечатление сразу, и когда ей исполнилось 4, мы ее взяли. Назвали ее Анфиса, поэтому я и Алису назвал Анфисой. Надо сказать, что Алиса была большущая умница. Встречала меня у двери, хотя звук моего автомобиля из квартиры не слышен. Приходила по зову, лежала рядом со мной по полчаса. А вот это чудо пушистое – Анфиса. Не такая интеллигентная, интеллектуальная кошка. Я называю ее Дурепа. Тогда же, 20 лет тому назад, мы купили первую мертвую мебель, состоявшую из трех частей. Тройка, двойка и единица. И тройку, и двойку мы давным-давно выбросили, потому что мебель изумительная, но она не раскладывается. Ну, а кресло «Ветеран» стоит у нас до сих пор. Вы видите, это следы от когтей Алисы, а теперь Анфисы. Она периодически затачивает когти, и тем самым вся остальная мебель остается невредимой. Анфиса замечательная кошка, хотя, как я сказал, не такая уж общительная, но у нее есть ниги небольшой недостаток. Она пушистая, и если ее не чесать хотя бы несколько дней, то пухом потревается вес дом. Я давным-давно научился чесать, сначала Алису, а теперь Анфису, и покажу вам, как я это делаю. Сюда, пожалуйста, зайди и отсюда снимай. Она не очень любит, но что же делать, красота требует жертвы. Возмущается, красавица. Я могу ее понять, наверняка это не доставляет большого удовольствия. Вы увидите, как она преображается после сеанса наведения красоты. КОНЕЦ вот такая красавица теперь Анфиса Лунина Ну вот, жертвы оказались не зря В очередной раз удален лишний мех И Анфиса, хотя недовольна, зато неотразима Спасибо вам за терпение, спасибо за внимание Не ругайте, пожалуйста, меня Анфиса сердится только во время сеанса И немножко времени потом Но получает за это палочную и вкусную любимую еду Ваш Григорий Пока Пока